Про вред, ожирение и правильное питание. Рабочий день для Александра Авдеенкова начинается в лектории. В зале не студенты, а пациенты Тульской областной клинической больницы, где доктор Авдеенков трудится уже 6 лет. В эндокринологию влюбился еще на четвертом курсе мединститута, когда проходил практику. С тех пор любимой специальности не изменяет. В эндокринологии основной это сахарный диабет. У нас расширяется потенциал именно в плане сахароснижающей терапии. Препараты с минимальным количеством осложнений, которые помогают и в работе сердца, и в работе почек. И, соответственно, адекватно снижают сахар без риска гипогликемии. Сегодня Александр и его коллеги отмечают, пожалуй, самый масштабный профессиональный праздник. Тульской областной клинической больницы 150 лет. Накануне поздравить медиков приехал министр здравоохранения региона. Уважаемые коллеги, примите слова благодарности за ваш многолетний добросовестный труд. Желаю вам здоровья и благополучия. Всего вам самого доброго. Сегодня же лично поздравить коллектив областной больницы приехал губернатор области. Алексею Дюмину устроили экскурсию по отделениям. Особое внимание уделили кардиологическому. Посчитать, сколько жизней здесь спасают ежедневно, никто даже не пытался. На борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями из областного бюджета с каждым годом выделяют все больше средств. Мы прекрасно понимаем, чтобы нарастить качественные показатели по проведению операций. И, конечно, наших средств усилить по современной медицинской технике. Представить большие плановые работы. Губернатор вручил почетные награды за многолетний добросовестный труд врачам и персоналу больницы. После праздника Алексей Дюмин осмотрел новые строящиеся здания детского отделения больницы. Изоляционно-диагностические и палатно-боксированные корпуса будут оборудованы по последнему слову медицинской техники. Этой стройке ждали 10 лет. И вот в прошлом году под руководством губернатора проект вошел в федеральную программу. Корпуса для нас очень важны. Во-первых, это расширение помощи нашим детям по различным направлениям. Это, конечно, и условия их содержания во время лечения. Естественно, это современное диагностическое медицинское оборудование, которое будет лечить наших детей. Сейчас строительство идет полным ходом. Оба здания обещают сдать под ключ в октябре 2019 года. А пока руководство больницы при содействии правительства области ведет подбор кандидатов для работы в новых корпусах. Впрочем, сами врачи, в том числе и доктор Авдеенков, надеются, что они будут пустовать без пациентов.